Добрый день! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Рафат Халапов. В начале выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Азербайджан находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Об этом сказал президент Азербайджана Элихам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсен Столтенбергом. Очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из городахского района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 34 семьи, 123 человека. В России опубликованы первые результаты экзит-полов после того, как по всей стране закрылись избирательные участки. По результатам опросов действующий президент Владимир Путин набирает 87% голосов и побеждает на выборах. Северная Корея Северная Корея осуществила запуск трех баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Они пролетели 350 километров на высоте 50 метров. По предварительным данным японских властей, последствий запуска нет. Брюссель выделит Каиру финансовую помощь в размере 7 миллиардов 400 миллионов евро на укрепление египетской экономики и предотвращение нелегальной миграции. На саммите ЕС Египет обсуждались также вопросы энергетики и производства зеленого водорода. Накануне в Баку Ильхам Алиев Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Во время моего последнего визита в Брюссель на пресс-конференции, я поднял этот вопрос и сказал, что Азербайджан сделал такое предложение, и мы ожидаем, что Армения ответит на него. Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели 7 раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше, так как в период оккупации, к сожалению, переговоры не привели ни к какому результату. На самом деле, деятельность Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов в течение 28 лет. Но сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Безусловно, мир в этом регионе чрезвычайно важен для людей и стран региона, но он также важен для Черноморского региона и для Североатлантической безопасности. Поэтому мир и стабильность важны не только здесь, но и для безопасности в более широком контексте. У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта. Я ценю ваши слова по этому поводу. Вы как никогда близки к заключению мирного соглашения. И я могу лишь призвать вас воспользоваться этой возможностью для достижения прочного мирного соглашения с Арменией. Об отношениях Азербайджана с НАТО мы поговорим с гостем на прямой связи со студией профессор Западной Каспийского университета, дипломат Фекерат Садыхов. Фекерат Марин, здравствуйте, добрый день. Да, добрый день, Руслан. Ну, партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, длиной в 30 лет. Азербайджан участвовал в миротворческих операциях этой организации. Если вот говорить о будущих перспективах сотрудничества, то каким вы его видите в Киатман? На встрече между президентом Азербайджана Ихам Малеевым и генсеком НАТО Столтенбергом были как раз обсуждены эти важнейшие для нашего дальнейшего сотрудничества вопросы. И было отмечено, что мы действительно имеем очень долгую и продуктивную историю с НАТО. Мы действуем в рамках различных программ, мероприятиях и миротворческих миссиях. Это было особо отмечено со стороны генсека НАТО. Мы являемся важной, ключевой страной, серьезным игроком на Южном Кавказе, поставщиком энергии, газа, активно сотрудничаем со многими европейскими странами, большинство которых является, кстати, членами НАТО. И это было высоко оценено. Мы участвовали в миротворческих силах в Афганистане, в Косово. Последними вышли из Афганистана, что было очень важным моментом деятельности наших миротворцев в этой стране, в этой сложной стране. Говоря о перспективах, конечно же, я думаю, что визит генсека НАТО укрепит наши взаимоотношения, он внесет ясность в вопросы, связанные с дальнейшим развитием наших взаимоотношений. То есть, в НАТО давно уже поняли, что мы не собираемся вступать в этот военно-политический блок, но сотрудничать с этим блоком мы готовы, мы выражали неоднократно эту готовность, мы хотим этого, потому что этого требует и интереса нашего государства, и интереса тех стран, которые входят в этот военно-политический блок. Думаю, будет налажено более продуктивное, активное сотрудничество в рамках различных программ, и перспективы, они достаточно радужные, потому что мы всегда будем готовы участвовать в различных миротворческих миссиях, отвечающих нашим национальным государственным интересам. Ну вот, сейчас мы как раз говорим о перспективах. Е. Столтольбек отметил, что мир на Южном Кавказе чрезвычайно важен для людей и стран региона, но он также важен для Черноморского региона и для стран североатлантической безопасности. Как, по вашему мнению, в НАТО оценивают перспективы мира в регионе? Я думаю, что это достаточно позитивное заявление. Он с пониманием относится к происходящим процессам в регионе Южного Кавказа. И президент Азербайджана тоже акцентировал внимание на проблемах улучшения взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией и сказал о том, что мы сегодня близки к соглашению, к подписанию мирного соглашения. Он говорил о тех нескольких раундах, переговорах, которые проходили на различных географических площадках мира. И мы, конечно же, делаем все, несмотря на то, что мы победившая страна, страна, освободившая свои территории, восстановившая суверенитет. Мы готовы сотрудничать, делать все необходимое, чтобы создать безопасный, стабильный мир в регионе Южного Кавказа. А это, конечно же, залог тех процессов, которые могут иметь место уже и в бассейне Черного моря, и в регионе Северной Атлантики. Потому что мир очень тесно взаимосвязан. Мы переплетены различными нитями, договорами, соглашениями. Конфликты, которые разгораются в одном регионе, они, несомненно, они сказываются на стабильности в других регионах. Это сегодня очень очевидно демонстрирует те процессы, которые происходят в самых различных регионах, в том числе и в самой Европе. И генсек НАТО Столтенберг, он хорошо понимает это. И в этом и заключается та позитивная роль, которую играет Азербайджан в этих процессах. Я думаю, что не случайно и оценка, высокая позитивная оценка генсека НАТО, роли Азербайджана в регионе Южного Кавказа и попытки Азербайджана наладить взаимоотношения с Арменией и создать здесь мир, стабильность и безопасность. Сейчас вам такой финальный вопрос. Каких итогов стоит ожидать от визита генерального секретаря НАТО в регион, в затронный регион? Говоря об итогах, я бы не стал сильно преувеличивать значимость каких-то сверх ожидаемых итогов. Здесь были практически подведены итоги, была внесена ясность. Азербайджан дал ясно понять, чего он хочет, к чему он стремится, каковы перспективы налаживания взаимоотношений с Арменией. Азербайджан дал понять устами своего главы государства о том, что мы готовы и впредь сотрудничать в рамках различных программ с НАТО. Мы в случае необходимости, я думаю, будем готовы участвовать в каких-то миротворческих миссиях. Для нас НАТО – это военно-политический блок, с которым это сотрудничество не прекращалось по сей день. Я думаю, что визит генсека этого блока, он расширит, я думаю, наши возможности, расширит их, сделает более продуктивными и создаст еще формат более расширенного сотрудничества во многих сферах военно-политического сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим блоком. Спасибо большое за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был профессор Западно-Каспийского университета, дипломат Виктор Садыхов. В центре Гейдара Лива открылась выставка под названием «Наследие в стежках. Путешествия по вышивкам и швейным традициям Узбекистана». В открытии выставки приняли участие первый вице-президент Азербайджана Мирбан Лива и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиоева. Выступая на церемонию открытия помощник президента Азербайджана, директор центра Гейдара Лива Анар Алакпаров вычеркнул, что многовековые дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются, особенно в последние годы благодаря тесным личным отношениям президента Ильхам Алиба и президента Шавката Мирзиоева. Отметив, что культурные связи занимают особое место в Азербайджан-Узбекских отношениях, помощник президента напомнил об успешной организации взаимных дней культуры. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиоева выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и организации этой выставки в стране. Отметив, что между Узбекистаном и Азербайджаном существует уникальная историческая связь, Саида Мирзиоева подчеркнула, что оба государства являются воплощением многовековой истории и богатых культурных традиций. После выступления первого вице-президента Азербайджана Михриба Налиева и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиоева ознакомились с выставками «Азербайджанский ковер», «Танец узоров» и «Кукла в искусстве», подготовленным при поддержке фонда Гейдра Лива. В рамках реализации концепции «Великое возвращение» продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала из жилого комплекса «Гобу-парк-3» городского района Баку и направилась в город Физули. Таким образом, в числе переселенных сегодня стало еще 34 семьи, то есть 123 человека. Сегодня в Физули вернулись 34 семьи в составе 123 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 596 семей – 2245 человек. Возвращающиеся в родные края жители Физули не смогли сдержать слез радости и выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии за возможность вернуться на малую родину. «Мой брат погиб в боях за Физули, и сегодня я возвращаюсь в родной город благодаря ему и другим нашим героям, воевавшим за наши земли. Спасибо нашей армии и президенту за эту возможность. Я покидала Физули в 11 лет, и сейчас я возвращаюсь туда в 41 год». «Я покидал родной Физули, будучи ребенком. Сейчас я уже возвращаюсь туда со своими детьми. Я безмерно рад, что сквозь долгие годы разлуки с родным городом. У меня появилась возможность вернуться туда с высоко поднятой головой». Восстановительные работы для переезжающих в город жителей продолжаются полным ходом. Ранее президент Ильхам Алиев совместно с коллегой Касымом Жомартом Такаевым ознакомились с генеральным планом города Физули. Для обеспечения устойчивого развития города в генплане использованы самые современные градостроительные подходы. В городе уже функционирует школа имени Мирзеулукбека на 960 ученических мест, построенная правительством Узбекистана, а также Центр детского творчества имени Курмангазы. Генеральным планом предусмотрено доведение к 2040 году административной территории города Физули до 1943 гектаров, а численности населения – до 50 тысяч человек. «Я благодарна президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашей армии за эту радость, которую они подарили мне и моей семье по случаю возвращения Физули». «Дай Бог, будем жить в Физули так, как жили до оккупации. Спасибо нашей армии и президенту за то, что сегодня мы возвращаемся домой на наши исконные земли». «С того момента, как мы были вынуждены покинуть Физули, я каждый день мечтала вернуться в родной дом. Мне уже 76 лет, и я счастлива, что мне предоставилась эта возможность. Сегодня я еду в родной Физули. Спасибо всем, кто вернул наши земли и подарил всем бывшим вынужденным переселенцам эту мечту – возвращение домой». После освобождения Карабаха по итогам 44-х дневной войны началась реконструкция всего региона и был дан старт в программе «Великого возвращения». На первом этапе, который продлится до 2026 года, планируется переселить в Карабах примерно 60 тысяч жителей. Во всем регионе также продолжают отстраивать инфраструктуру и жилые дома, куда возвращаются исконные жители Карабаха. Микаэл Таутиев, Рамиз Меришли, Сибиси. В Генеральной прокуратуре Азербайджана начался брифинг, посвященный расследованию по факту обнаружения массового захоронения в освобожденном от оккупации в городе Ходжалы. Ранее Генпрокуратура и Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан распространили совместную информацию. Ну а подробнее об этой информации и о брифинге, проходящем в Баку, расскажет Фарид Адилов, корреспондент Сибиси. Здравствуйте, Руфа. Да, все верно. Не так давно завершился брифинг Генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе которого мы узнали, что была установлена личность еще одного лица, чьи останки были ранее обнаружены на территории города Ходжалы. Об этом в частности нам заявил начальник отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Орхан Рзаев. По его словам, найденные останки принадлежат жителю города Ходжалы Широслану Мамишу Глу Наджафову, 1952 года рождения. И таким образом Рзаев подчеркнул, что обнаружены уже установлены личности уже девяти останков, девяти человек. В свою очередь, сотрудник рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Зауры Смайлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вопросы, связанные с захоронением останков, будут решены уже после консультации с членами их семей. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года, собственно, тогда же, когда и произошла Ходжалинская трагедия, Ходжалинский геноцид. Я напомню, что ранее информацию об обнаружении массового захоронения заявила Генеральная прокуратура совместно с Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан. И также сообщалось, что среди 18 останков, 4 из них, предположительно, принадлежат лицам младше 18 лет. На этом у меня все. Спасибо большое, Фарид. Фарид Адзилов рассказал о брифинге, который посвящен расследованию по факту обнаружения массового захоронения в Ходжалинске. В отчете «Глобальный индекс терроризма 2024» представлен очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы. Азербайджан, как одна из самых безопасных стран в мире, заняла последнее место в рейтинге террористической угрозы с индексом 0 на ряду с Дании, Финляндии и Катаром. Ранее был обнародован отчет Комитета экспертов, в котором отмечается, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма. Как видно из международных отчетов, благодаря быстрому развитию, стабильности и спокойствию, достигнутыми в результате исключительно успешной государственной политики, в том числе эффективной работы органов безопасности в области борьбы с терроризмом, Азербайджан поднялся на самый высокий рейтинг внутренней безопасности в мире. Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб, где сделал несколько заявлений по окончании трехдневного голосования. По результатам 83% обработанных бюллетеней, действующий президент лидирует с более чем 87% голосов. Он сделал несколько громких заявлений, касающихся внутренней и внешней политики России в ближайшем будущем. Выступление Владимира Путина в штабе приветствовали скандированием «Россия, Россия». Сперва он поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки. Высокую явку Путин связал с тем, что большинство людей глубоко переживает события, с которыми столкнулась страна за последние годы. Путин отметил, что впереди еще много задач, и страна должна стать еще крепче и сильнее. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь, она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина России составляется, из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны и уверенного развития. На пресс-конференции Путин прокомментировал не только первые итоги выборов, но и ситуацию на фронте, а также дал свои оценки последним заявлениям западных лидеров. С военными целями Путин связал и вызовы во время нового срока. Это решение задач боевых действий в Украине, укрепление обороноспособности и вооруженных сил. Глава государства прокомментировал и атаки диверсионно-разведывательных групп на территорию России, заявив, что отношение к диверсантам будет как полноценным участником российско-украинской войны. Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна, связано с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И я думаю, что, не думаю, а результаты, в том числе и прежде всего явки, показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них, многое, очень многое зависит. Владимир Путин прокомментировал и обстоятельства смерти Алексея Навального. При этом впервые за все время Путин назвал покойного оппозиционера по фамилии. Глава государства сослался на, цитата, «неоднократные случаи ухода из жизни людей в местах лишения свободы, в том числе и в Соединенных Штатах». Кроме того, по его словам, за несколько дней до смерти оппозиционера Путину предлагали обмен Навального на россиян, находящихся в местах лишения свободы в странах Запада. Глава государства отметил, что он был согласен на такое решение, если Навальный не вернется в Россию. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие, Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно, за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Явка на выборах составила 74%. После обработки более 99% протоколов на выборах президента Владимир Путин набирает 87,32% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия России. Его соперники в сумме набирают менее 13% голосов. На втором месте Николай Харитонов, затем Владимир Даванков и на четвертом месте Леонид Слуцкий. Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении Путин набрал в Чеченской республике. Там за него проголосовало 98,99%. У вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны на Донбассе. Он отметил, что его беспокоит невозможность Соединенных Штатов своевременно восполнять украинские запасы. Кирби объяснил это тем, что с начала конфликта Вашингтон уже передал Украине множество вооружений и истощив таким образом собственные запасы. Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвинуться на запад. Они должны получить поддержку, и она нужна именно сейчас. Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон согласился вынести на голосование законопроект, подразумевающий выделение Киеву более 60 миллиардов военной помощи. По задумке законодателей, помощь не будет безвозмездной, как раньше. Авторы инициативы хотят взять в залог российские активы, которые подлежат конфискации и передаче в фонд украинской поддержки. Израиль проведет операцию в Рафахе через несколько недель, предварительно обеспечив эвакуацию мирного населения из этого района. С таким заявлением выступил премьер-министр этой страны Бениамин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание израильского Кабмина. Тем самым он отверг предложение радикальной палестинской группировки «Хамас» по освобождению заложников. Ранее мировые СМИ, включая лидеров и президента США Джо Байдена и канцеля Германии Олафа Шульца, раскритиковали решение Израиля о проведении операции на юге сектора Газа, куда были перемещены беженцы с северной части Англава. По их словам, военная операция в густонаселенном городе может привести к человеческим жертвам. Мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет. Военное давление – единственный способ уничтожить оставшиеся батальоны террористов «Хамас» и освободить всех заложников. В то же время премьер-министр Израиля Вениамин Нетаньяху обвинил международное сообщество «в короткой памяти», из-за которой оказалось забыто жесткое нападение «Хамаса» на израильских граждан 7 октября прошлого года. Незадолго до этого лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал израильское правительство и призвал провести в стране новые выборы. Нетаньяху прокомментировал слова Шумера, отметив, что некоторые представители международного сообщества выдвигают ложные обвинения в адрес израильской армии и руководства страны. Вы так быстро забыли 7 октября – самую ужасающую резню евреев со времен Холокоста. Вы так поспешили отказать Израиля в праве защищать от монстров из «Хамаса». Неужели вы так быстро потеряли совесть? Эти люди пытаются добиться проведения выборов, хотя прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель призвал Косово и Сербию положить конец кризисам и напряженности и начать новую европейскую эру путем реализации Ахридского соглашения о нормализации отношений. Он выразил сожаление, что обе стороны не выполняют своих обязательств и предупредил о рисках из-за этого для евроинтеграции. Ровно год назад Косово и Сербия заключили соглашение в Ахриде. Документ должен был проложить путь к нормализации отношений между двумя сторонами. Однако с тех пор между Приштиной и Белгородом неоднократно вспыхивала напряженность и кризис в отношениях. Впервые во время диалога при содействии ЕС стороны договорились о четких параметрах, которые определяют траекторию процесса нормализации их отношений. Соглашение и его имплементация четко покажут, что будущие обоих партнеров в Европейском Союзе. Досадно, что и Косово, и Сербия пока что достигли очень ограниченного процесса выполнения обязательств, которые они взяли на себя по соглашению. Накануне Северная Корея запустила сразу две ракеты в направлении Японского моря. Такие данные представила предслужба береговой охраны страны восходящего солнца. Информацию позже подтвердила южнокорейская пресса со ссылкой на военных. Ведомцы подчеркнули, что тип ракет установить не удалось. Предположительно, они являлись баллистическими. Ракеты взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительно экономической зоны Японии. Официальный Пхеньян инцидент пока не комментировал. Президент Николас Мадуро единогласно избран кандидатом на президентские выборы, которые пройдут в Венесуэле 28 июля 2024 года. Он баллотируется на третий президентский срок. Избрание 61-летнего Мадуро произошло на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и Молодежной партийной организации. Кандидатуру Мадуро поддержали на собраниях первичных парт-организаций и общественных советов более 4 миллионов венесуэльцев. Все население страны составляет менее 29 миллионов человек. Количество президентских сроков, как и на других выборных должностях, Конституция Венесуэлы не ограничивает. Между тем, министр экономики Михаил Джабаров совершил визит в Ирак, где планируется проведение встреч с представителями правительства. Ну а подробности мы узнаем в выпуске экономических новостей. Здравствуй, Салатен. Здравствуй, Руфат. Уже стало известно о состоявшейся встрече азербайджанской делегации с иракским лидером. Ну а о сотрудничестве двух стран и других новостях в выпуске Финтаймс Карбарен. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил возможность обсудить с Азербайджаном вопросы энергетической безопасности. Об этом он сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Мельхамом Алиевым. Генсек НАТО указал, что энергетика играет ключевую роль в обеспечении безопасности европейских стран. Столтенберг отметил, что Азербайджан сыграл важную роль в укреплении связи с несколькими союзниками НАТО и стал все более важным поставщиком газа, а в перспективе электроэнергии для стран-членов НАТО в Европе. Генсек НАТО подчеркнул также важную роль Азербайджана в обеспечении потребностей европейских обществ. Мы с нетерпением ждем, когда Азербайджан примет у себя следующее заседание КОП-29. Климатические изменения имеют значение для безопасности, для НАТО. Они многократно усиливают кризис. Мы видим последствия климатических изменений во всем мире, в том числе и здесь, в Азербайджане. Поэтому задача состоит в следующем. Мир нуждается в энергии, в то время как мы должны бороться с глобальным потеплением. Нам необходимо добиться примирения между нашими потребностями в энергии и состоянием окружающей среды. Азербайджан не только экспортирует природный газ, но и инвестирует в альтернативные источники энергии. Йенс Толтенберг был проинформирован о большом потенциале работ в стране, направленных на развитие отрасли возобновляемой энергетики и на подключение азербайджанских генерирующих мощностей к европейскому рынку. В этом контексте КОП-29 в Баку станет важной вехой, отметил генеральный секретарь НАТО. Азербайджан и Ирак обсудят двусторонние экономические связи. Об этом написал министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров в своем аккаунте в социальной сети X. В рамках визита азербайджанскую делегацию принял президент страны Абдуллатив Джамал Рашид. На встрече подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются в направлениях, намеченных главами двух государств. Также рассмотрены возможности реализации существующего экономического потенциала. Между странами в 2011 году была учреждена совместная межправительственная комиссия по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и культуры. В Ираке зарегистрированы более 180 компаний с азербайджанским капиталом. По итогам прошлого года товарооборот между Баку и Багдадом превысил 19,5 тысяч долларов. Вопросы, связанные с запланированной на ноябрь текущего года в Баку климатической конференции ООН, обсуждались на встрече помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, замминистром экологии и окружающей среды Китая Джао Инмина. Состоялись обширные дискуссии по предстоящим вопросам, касающимся КОП-29, климатической справедливости, общей, но дифференцированной концепции ответственности взглядов стран глобального юга на действия по борьбе с изменением климата и зеленый переход. В Азербайджане высоко оценили сотрудничество с китайскими компаниями в рамках программы «Зеленый переход», сообщил Хикмета Гаджиев в соцсети X. Европейский союз согласился выделить Египту финансовую помощь в размере 7,4 млрд евро. Также Брюссель и Каир подписали декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. Об этом заявил президент Египта Абдель-Фаттах Ассиси на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Каире. Пакет помощи включает гранты и кредиты на ближайшие три года. В ходе переговоров обсуждены вопросы энергетики производства зеленого водорода и меры по борьбе с нелегацией миграции, указал египетский лидер. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Усула фон Дарляйен сообщила, что такие саммиты отныне будут проводиться каждые два года. По ее словам, у Каира есть потенциал в ближайшем будущем стать энергетическим центром Ближнего Востока. В саммите приняли участие лидеры Бельгии, Италии, Австрии, Кипра и Греции. Ранее СМИ сообщили, что ЕС готов предоставить Египту средства для укрепления экономики. Это вызвано опасениями, что конфликты в регионе усилят иммиграционное давление на Европу. У нас уже есть экономический и инновационный план южного соседства, но мы можем сделать гораздо больше. Будь то возобновляемые источники энергии, цифровизация или связь, сельскохозяйственный сектор или управление водными ресурсами. И это лишь некоторые из тем. С этой целью мы будем поддерживать инновационную конференцию ЕС-Египет в Каире в конце этого года. В этом контексте инвестиций в энергетику мы вместе разрабатываем проект энергетического интерконнектора «Греги». Он соединит Египет с Грецией и повысит энергобезопасность в Европе. У Египта есть все ресурсы, чтобы стать центром возобновляемой энергетики, в частности в вопросе зеленого водорода. Вы стремитесь привлечь иностранные инвестиции? У нас есть инвесторы, заинтересованные в Египте, и мы подписали меморандум о взаимопонимании. Проект договора Евросоюза и Египта предусматривает поддержку энергетического сектора, помощь в решении проблемы растущего числа суданских беженцев, а также в укреплении границы с Ливией. По данным ООН, в Египте зарегистрировано 480 тысяч мигрантов. На протяжении десятилетий страна служила убежищем для жителей стран Африки к югу от Сахары, пытающихся спастись от войн и нищеты. Для других в Египте транзитный пункт перед переходом через Средиземное море в Европу. У нас уже налажено хорошее сотрудничество в вопросе миграции и мобильности. Оно необходимо, как никогда. Именно поэтому мы инвестируем не менее 200 миллионов евро из сегодняшнего пакета, чтобы сделать наше сотрудничество еще более эффективным. Мы продолжим работу по содействию легальной миграции, например, в рамках программы Talent Partnership. Параллельно мы продолжаем рассчитывать на полную приверженность Египта в борьбе с нелегальной миграцией – от пограничного контроля до борьбы с контрабандой и возвращением мигрантов. Власти Украины не планируют продлевать соглашение по транзиту газа с «Газпромом» после декабря 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галушенко. По его словам, со стороны Киева не будет заключено никаких дополнительных соглашений. Министр не стал уточнять, сохранится ли возможность продолжать прокачку газа из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа. Между тем, ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон заявила, что Европейский Союз должен уменьшить закупку российского жиженного природного газа в этом году. Однако, по ее словам, здесь важна уверенность в поставках из Соединенных Штатов. Кроме того, Кадри Симпсон считает, что Евросоюз выдержит прекращение транзита трубопроводного газа через Украину без особых рисков для поставок. Компания «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов построит в Кашгадаринской области Узбекистана солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт и систему накопления электроэнергии на 75 мегаватт. Соответствующее постановление о реализации данного проекта подписал на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Маздар» выиграла тендер на строительство солнечной электростанции в мае прошлого года. Проект будет вестись на базе государственно-частного партнерства. Для этого арабская компания создала «Нур-Кашгадарья Салар-Пиви». Иностранные инвестиции в проект составят 250,5 млн долларов. Тем временем в Иране прошла новая церемония подписания крупных контрактов по разработке месторождений. По словам генерального директора национальной нефтяной компании Ирана Мохсена Ходжасте Мехра, сумма контрактов, подписанных по шести нефтеностным площадям, составляет 13 млрд долларов. Новые соглашения позволят увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей и поставку нефти из этих районов до 620 тыс. баррелей в день. В свою очередь увеличение добычи принесет дополнительную стоимость в размере 15 млрд долларов в год, указал Мехар. Эти инвестиционные проекты будут финансироваться банками, которые выступят в качестве инвесторов. В рамках новых проектов будут проложены или реконструированы 650 скважин, в том числе в данных районах планируется разместить 50 буровых установок. Финансовые транзакции на сумму 10 трлн долларов, которые ежедневно проходят по подводным кабелям в Красном море, находятся под угрозой из-за атак куситов, посчитали Financial Times. При этом вынужденное перенаправление трафика ухудшает качество видеоконтента, работу облачных приложений и финансовых операций. Две недели назад гонконгская компания HGC Global Communications сообщила, что повреждение четырех кабелей нарушило 25% интернет-трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком. В то же время, по данным израильского издания Globs, американская Centurion ведет переговоры с аудовскими партнерами по проекту TIS. Речь идет о прокладке коммуникационного кабеля, соединяющего Азию и Европу. Маршрут пройдет через территорию Израиля и Саудовской Аравии. Trans-Europe Asia System – проект по созданию волокно-оптической линии связи между Индией, Ближним Востоком и Европой. Тем временем Европу продолжают сотрясать протесты. Испанские фермеры провели демонстрацию, заблокировав тракторами часть улиц столицы. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, а также конкуренцией за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Десятки фермеров в Испании приняли участие в акции протеста, попутно предоставляя бесплатную еду местным жителям. Эта инициатива организована различными фермерскими группами и проходит на фоне кризиса в испанском сельском хозяйстве, который продолжает усугубляться. По сообщениям местных СМИ, фермеры недовольны текущей сельскохозяйственной политикой. Она включает повышение налогов, избыточную бюрократию, растущие затраты на топливо, принуждение к соблюдению общеевропейских экологических норм и дешёвый импорт агропродукции из стран за пределами Европейского Союза. «Им следует уделить больше внимания сельским районам. Вот что действительно важно. Мы поддерживаем Каталонию, решаем прочие вопросы. Но наша основная забота должна быть о сельской местности. Важно заботиться о людях, о фермерах, о том, за что они борются. Каждый год их становится всё меньше из-за быстрого старения населения. Это неприемлемо». Другие страны не соблюдают котировки и практикуют демпинг против Испании. Они делают это, потому что Испания предлагает свои товары по низким ценам, и они получают большую выгоду от этого. Им приходится прибегать к таким методам, чтобы предотвратить возможные противодействия. В то же время более тысячи демонстрантов на пяти сотнях тракторов присоединились к митингу, организованному Союзом крестьян Кастиле и Леона. Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планос опубликовал в соцсетях письмо, адресованное Еврокомиссии. В нём Испания требует ускорить принятие решений по поддержке фермеров. В феврале Минсельхоз Испании объявила о выделении почти 270 миллионов евро для помощи 140 тысячам фермеров. Деньги предназначены на компенсацию ущерба от засухи и проблем, вызванных ситуацией в Украине. «Мы выражаем недовольство политикой Европейского Союза, так как считаем, что оно не обеспечивает должной защиты первичному сектору. Этот сектор является стратегическим для любой страны, но сейчас он постепенно утрачивает своё значение. Это нелогично, учитывая, что от него зависит множество людей и компаний, несмотря ни на какие обстоятельства его необходимо сохранить». «Мы настаиваем именно на этом. Мы не стремимся к монополизации европейского рынка. Наша цель – обеспечить доступность рынка для всех на равных условиях, независимо от происхождения продукции, будь то из Европы или из третьих стран. Мы руководствуемся теми же принципами, что и страны Мелькосур». А в Берлине прошла сидячая акция протеста, организованная немецким движением «Последнее поколение». Были перекрыты несколько оживлённых улиц. Протестующие призвали правительство принять срочные меры по решению климатического кризиса. Главное требование движения – создать общественный совет по климату и полностью отказаться от использования ископаемого топлива к 2030-му году. Правительство Германии взяло на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов более чем наполовину к этой дате и поэтапно отказаться от использования угля в энергетике. Сабина Мурадова, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, это были все экономические новости к этому часу. Руфат. Спасибо большое, Салатин. Салатин Мирзаева представила новости экономики. Ну а на этом наш выпуск подошёл к концу. Это были все актуальные новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорой встречи. КОНЕЦ